МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Природный газ как топливо, газомоторный транспорт, преимущества использования, особенности и перспективы. Специальный репортаж Николая Васильева. Государственные меры поддержки газомоторного транспорта и развития инфраструктуры. Интервью с заместителем министра энергетики Кириллом Молодцовым. А также дайджест актуальных профильных событий. 14 июня настоящий праздник для всех любителей футбола. Сегодня в России стартует чемпионат мира. Праздничные мероприятия проходят по всей Москве. И, конечно, самое главное, на стадионе Лужники. В общей сложности на матче Мундиаля FIFA ожидает более 2,5 миллионов гостей. Перевозить участников и болельщиков будут в том числе и автобусы на экологически чистом виде топлива в природном газе. Подробнее о газомоторном транспорте и перспективах его применения в сюжете Николая Васильева. Во всем мире и в России чаще всего используют два вида газомоторного топлива. Сжиженный углеводородный газ. Его получают в процессе добычи и переработки нефти и природного газа. Это смесь бутана, пропана и других углеводородов. И компримированный, то есть сжатый природный газ, метан. Это тот же самый газ, который используют для бытовых газовых плит. Конкретных, практических преимуществ использования такого топлива несколько. Во-первых, компримированный и углеводородный газ не содержат серы, поэтому опасность коррозии деталей двигателя при использовании газового топлива значительно меньше, чем при использовании традиционного топлива. Во-вторых, содержание других экологически небезопасных веществ в выхлопах газовых двигателей намного ниже, чем у бензиновых или дизельных. Оксида углерода в 2-3 раза. Охиси азота в 1,2 раза. Углеводородов почти в 2 раза. В-третьих, сравнение с бензином и дизельным топливом, стоимость сжиженного углеводородного газа ниже на 30-50%. Компримированного природного газа на 60-70%. И, наконец, пропан-бутановая смесь, да и метан, могут использоваться в широком диапазоне температур от минус 40 до плюс 45 при относительно низком рабочем давлении. Мы на сегодняшний день четко понимаем, что альтернативы природного газа с точки зрения экологии нет. Мы видим автобусы Мосгортранса, которые эксплуатируются на природном газе уже достаточно долгое время. И затраты на топливо, сократив в 3 раза, да, позволяют сдерживать рост тарифа на перевозку пассажиров. Это одна из шести метановых газпромовских заправок в Москве. И пока единственная, которая находится внутри МКАД. Остальные по кольцу. До конца года заправок должно стать 14. В целом же по стране действует 356 газозаправочных станций. К 2020-му должно стать 743. Развивая сеть заправочных станций, да, необходимо провести существенную совместную работу с регионами. Необходимо подобрать оптимальное размещение земельных участков. В Москве этот вопрос был решен при поддержке правительства Москвы в рамках выделения земельных участков на прилегающих к автобусным паркам территории. Вот сегодня мы находимся на одной из заправок, которая забор в забор граничит с 11 автобусным парком, в котором уже до конца года планируется перейти на эксплуатацию более 300 автобусов на метание. Российские автопроизводители уже серийно выпускают более 150 моделей техники, которая работает на природном газе. Кроме автобусов, это легковой транспорт, легкий коммерческий, грузовой и спецтехника. Это тракторы, погрузчики, экскаваторы, грейдеры и бульдозеры. Перевести на газ можно и бензиновый транспорт. Комплект для установки на обычный легковой автомобиль включает в себя композитный или металлокомпозитный баллон для установки в багажник и комплект электроники, редукторы и форсунок, которые устанавливаются под капот автомобиля. Это один из аккредитованных «Газпромом» сервисов. Установка комплекта газового оборудования на четырехцилиндровый двигатель занимает до 8 часов. Стоит около 60 тысяч рублей. В виде компенсации частник получит заправочную карту с двумя тысячами кубов на счету. Индивидуальные предприниматели и юрлица заплатят 10 тысяч. Разницу автосервису доплатит газовый монополист. Оборудование итальянское. К сожалению, для современных автомобилей аналогов в России нет. Италия исторически славится своей специализацией по производству газовых систем. В 2013 году государство анонсировало меры поддержки транспорта на природном газе. Половину муниципального автопарка должны были перевезти на газ. Крупные автопроизводители «Газ», «Камаз» и «Волга-Баз» получили субсидии. С тех пор число машин на газе выросло с 68 до 212 тысяч единиц. Правда, с учетом прибавки, это лишь полпроцента автопарка России. Привлекательность газомотора, возможно, повысит дорожное преимущество. Автолюбители на такой технике могут в будущем получить право езды по выделенным полосам. Для России использование газомоторного топлива – больший приоритет, чем рост числа электромобилей, подчеркнул Владимир Путин на совещании 18 апреля 2018 года. Почему это важно для государства и о мерах поддержки, мы поговорили с заместителем министра энергетики Кириллом Молодцовым. В последнее время мы видим активные меры господдержки. Например, в 2017 году было выделено 5 миллиардов рублей на программу по софинансированию из федерального бюджета покупки автобусов и техники для жилищников. Расскажите об этой программе, что дают эти меры поддержки, можно ли уже говорить о каких-то результатах? В 2013 году, когда президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дал команду, с того момента и крупные газовые компании, и государство с точки зрения производства техники поддерживает отечественных производителей, производящих такого рода газомоторную технику. Государство будет продолжать эту программу. Ежегодная поддержка может составлять о 15, возможно, 20 миллиардов в год. Развитие газомоторного топлива упирается очень во многом в развитии инфраструктуры. Как сегодня обстоят дела с заправками? Увеличивается ли их число? В 2000 году в стране было порядка 200 заправочных комплексов. Мы ожидаем, что к 2020 году их будет порядка 743. Два существенных начинания были реализованы за последние 5 лет. Первое касалось так называемой привязки стоимости газа к цене дизельного и бензина. Более того, между основными газовыми производителями в стране подписаны и готовятся новые соглашения с регионами о том, чтобы рост цены на газ, как топливо, был зафиксирован. Второе, что было сделано, упрощена система регулирования технического оборота газа. И сейчас снижен класс опасности по газовым двигателям и газомоторному оборудованию до 4 класса. В январе на одном из заседаний рабочей группы говорилось о планах использовать газомоторную технику для перевозки болельщиков и участников Чемпионата мира по футболу. Как сегодня реализованы эти планы? Порядка 100 заправочных комплексов работают в городах проведения Чемпионата мира. Я надеюсь, что экология, которую дает газомоторное топливо, позволит и нашим футболистам занять высокие места в финальном списке Чемпионата мира. Далее о главных событиях отрасли. Вице-премьер Дмитрий Казак пообещал не допустить рост цен на бензин до 100 рублей за литр. По его словам, у правительства достаточно инструментов, чтобы урегулировать эту ситуацию. Также Казак подчеркнул, что повышение цен ставит под удар бюджет регионов страны, так как увеличение расходов компании на бензин сокращает поступление от налога на прибыль. Напомню, что о возможном скачке до 100 рублей за литр 9 июня заявил независимый топливный союз. Компания «Трансъезд» начала разработку в русле реки Амур подземной траншеи, которая станет частью резервного подводного перехода восточный Сибирь-Тихий океан-2. В 2013 году в Хабаровском крае был аномально высокий поводок. Высота Амура достигала 808 сантиметров по уровню Хабаровска. Поэтому проект этой резервной нитки разработан с учетом данного подъема воды. В ходе работ со дна реки поднимут более миллиона кубометров грунта. Строительство траншеи завершится в конце августа. Общая протяженность резервной нитки подводного перехода через Амур составит 34,5 километра. До 2025 года резервными нитками будут оснащены еще шесть подводных переходов в СТО-2. Программа «Энергетика» выходит в эфир каждый четверг. Новости, аналитика и главные темы отрасли. Смотрите «Энергетику» на РБК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова